Твой фейсбук, да, завтрашнее мероприятие проэнонсировано в Театре Эстрады. Между телом и душой. Ты будешь там читать свое про кошек? Про кошек буду, да. Ну вот, кто завтра придет, тот послушает, а может зрителям ты сейчас маинца прочтешь. Это, ну, про кошек, безусловно, тоже, но это героиня этого произведения, главная защитница прав животных на земле. Бриджит Бордо. Да, Бриджит Бордо, которая пригрозила президенту Франции, что она поступит так же, как и Жерар Депардье, и уедет в Россию. Потому что Россия это единственная страна, где к животным относятся так, как она считает нужным. Это она по опыту Депардье так и решила, что животным, из чего она исходила? В России, я знаю, что лозунг «Россия, родина слонов» пришел и Бриджит Бордо, потому что там хотели в Лионском зоопарке умертвить двух слонов, якобы больных туберкулезом. Куда их можно? Где они могут найти спасение? Только в налоговом раю в России, где их животные. А так мы забрали этих слонов? Нет, слонов не забрали. У них оказалось резко, что их не надо умертвлять, что у них все хорошо. И, в общем, Бриджит Бордо не приехала в Россию. А вот представь себе, что было, если бы она приехала, и вот такую картину. По январской покапотне в розовом пальто... А! Извиняюсь, подсмотрю. Да. Хмурым вечером субботнем в розовом пальто по январской покапотне шла Бриджит Бордо. На нее недобрым взглядом пялился народ и дышал синюшным ядом нефтяной завод. Она вся шла такая, мимо их проблем, еле слышно напевая песенку «Жатем», потому что тут, в России, как сказали ей, все прекрасно и красиво в жизни у зверей. Да, порой тут бывает и мороз, и снег, но слонов не убивает русский человек. Хоть страна его раздета в дырках, без штанов, но зато Россия – это родина слонов. Столько лет Бриджит копила мысли в голове и, в конце концов, купила комнатку в Москве, чтоб в столице жить наездом, временно пока, за Капотненским проездом прямо у ДК. Ради этой милой клетки с желтым канапе ей пришлось продать соседке виллу в Сан-Тропе. И скользила тень улыбки по губам Бордо, и в душе изграли скрипки, как оркестр в лидо, потому что дать ей паспорт обещал в презент славный, добрый, словно пастор, русский президент. Ее душа взлетала. Только в этот миг над Капотненским кварталом вдруг раздался крик. Дикий и нечеловечий вопль, кошачий виск, рухнув женщине на плечи, в воздухе завис. Слыша, как животный голос над землей дрожит, дыбом стал белесый волос у Бордо Бриджит. И она, вздымая ноги, словно в варьете, побежала по дороге выручать КТ. Проскакав по снегу сотню метров, чуть дыша, у дверей в ДК Капотню тормознуло шаг. Перед ней мужчина рыжий, не жалея сил, изо рта слюною брызжа кошку палкой бил. И кричал тараща жутко злобные глаза, прыгай, мурка, проститутка, я кому сказал, видишь палка на веревке, прекрати орать, поддавайся дрессировке, прыгай, твою мать. Но уже спокойным тоном, увидав мадам, произнес, прошу пардону, это я не вам. И Бриджит Бордо застыла, слыша этот бред. А потом, что было силы, крикнула в ответ. Ле садист, бруталь, отродье, ле горде, аларм, мэрт, суваж, мундье, володье, я хотеть жандарм. Тут же быстро по-гвардейски, щелкнув каблуком, появился полицейский в шапке с козырьком. Взглядом женщину измерив, он сказал тепло. Лейтенант Василий Зверев, что произошло? Компаньон, жандарм Василий, экскузе-моа, мне сказали, что здесь, в России, любят анима. Но и видят здесь насилие, виоленц, бардак. Кэскэсэ, мэсье Василий, пуркуа здесь так? Вы, гражданка, ща про Юру мне втирали чё? Это ж наш кошачий гуру, доктор Куклачо. Он не грабит, не ворует, скромный, без понтов. Он тут это, тренирует кошек и котов. У него их сотни бошек, и у каждой роль. А сегодня здесь у кошек для детей гастроль. Наши дети любят шоу, кошек, поросят. Это ж правда, хорошо, но праздник для ребят. Ладно, тётя, будь здорова, крикнул лейтенант, не сказав ответ ни слова, и поправив бант на своём сидящем строго розовом пальто, побрела своей дорогой прочь, бревшит бордо. А вдали, где над Москвой упадал небосвод, как вулкан дымил трубою нефтяной завод, и над ним брели сквозь слёзы, в ночь, где спит луна, два больных туберкулёзом розовых слона. Ты завтра не считай, пожалуйста, это стихотворение, потому что Куклачок, мне кажется, в суд подаст. Ты с ним знаком, кстати? Нет, нет, не знаком, я там разное слышал, в общем. Но я считаю, что по-любому дрессировка кошек, это, в общем, всё равно это нечто противоестественное, потому что кошка вообще самое свободолюбивое животное. Сказал поэт. А поэт у нас свободолюбивый. У него очень любят поэт свободолюбивый. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.